Ас-саляму алейкум, рахмату Аллаху ва баракату, братья и сёстры. Сегодня я хочу с вами поделиться очень полезной информацией относительно нашего пищевого поведения, исходя из сумны нашего пророка, саллиллаху алейхи ва саляма. Особенно актуально будет это для тех людей, которые страдают лишним весом и связанными с этим проблемами здоровья. Одной из таких норм пищевого поведения нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саляма, было следующее. Употребление пищи только тогда, когда он испытывал чувство голода. И в связи с этим тенденции современной, будем говорить, диетологии, современных тенденций в правилах питания практикуются следующий инструмент как очень мощный метод омолаживания нашего организма, как мощный инструмент борьбы с ожирением, с лишним весом, то, что сегодня пропагандируется под названием интервальное голодание, или же периодическое голодание. Что это значит? Это значит, чтобы мы ввели в свою привычку ежедневно, вместе с приемом пищи, чтобы мы ежедневно испытывали чувство голода. И ученые считают, что чем больше будет интервал без приема пищи, тем организм получает возможность восстановления, переработки старых клеток, омоложения, воспроизведения гормона роста, стволовых клеток и так далее. То есть эта тема очень популярна на сегодняшний день, уже не первый год, в интернете, на каналах Ютуба. И все это подтверждает сунну нашего пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Какова была норма поведения относительно еды нашего пророка, саллиллаху алейхи вассаляма? Если считать период состояния его сытости и состояние его голода, никто не сомневается в том, что период голода пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, намного превосходил над периодом его сытости. Когда один из подвижников в присутствии пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, выпустил отрыжек, он сказал, куфа анна джуша ака, то есть удали от нас свои отрыжки. Фаинна атуалякум шаби'ан фидддюния, атуалякум джу'ан фил ахира, он сказал. Воистину, те, кто из вас больше в этом мире пребывает в сытости, они будут в вечном мире дольше пребывать в состоянии голода, он сказал посланник, так сказал посланник Аллаху алейхи вассаляма. Это достоверный хадис нашего пророка. Из этого хадиса, не говоря уже о многих других, которые подтверждают стиль жизни нашего пророка, методы его, то есть, которые говорят о пищевом поведении нашего пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, недвусмысленно подтверждают то же самое. Также, что же из этого вытекает? Вытекает следующее. Вот современный человек, за последние, особенно несколько десятилетий, человек превратился в машину потребления. Человек сделала современная пищевая промышленность ненасытным. Подсаживая, то есть, сделала современная пищевая промышленность, правила современного маркетинга, диктуют, то есть, производят всякие вещества, которые вызывают зависимость от того или иного вида пищи, тягу к еде. И, естественно, результат на сегодняшний день – это эпидемические масштабы таких заболеваний, как сахарный диабет, инсулиновая резистентность, эпидемические масштабы ожирения. Это все результат того, что нам диктует современная пищевая промышленность. И мы жертвуем собственным здоровьем ради этой промышленности, ради того, чтобы удовлетворить свою потребность, свой аппетит. И вот что же очень важно здесь? Вот как же сегодня защитить себя за свое здоровье и как же себя контролировать? Во-первых, нужно понимать, что рацион наш, то есть, вообще, современного человека, он далеко ушел, он претерпел такое развитие, к сожалению, не в пользу нашего здоровья. Те углеводы, которые среди макроэлементов стоят на последнем месте, вы же знаете, белки, жиры, углеводы, углеводы стоят на последнем месте, они вышли на первое место. Потому что углеводы – это очень удобный, выгодный макроэлемент, то есть, из углеводов в основном все сладости, к ним относятся фрукты, к ним относится все сладкое, оно манит человека, подсаживает человека, это как наркотик, и, естественно, на этом промышленность обогащается. И тем самым мы становимся еще клиентами клиник, здравоохранения, медицины. И как же поступить? В первую очередь, как всегда, чтобы куда бы мир не докатился, для нас, как мусульман, выход и спасение в сонне нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. То есть, в одном из асаров приводится, где посланник Аллаха говорит, нам лекари не нужны, так как мы община, которая не ест, пока не проголодается. То есть, пища в первую очередь, я особенно обращаюсь к тем людям, людям преклонного возраста, людям, которые уже замечают некоторые болезни в своем теле. пищу нужно перестать рассматривать как удовольствие. В первую очередь, нужно перейти к такому стилю жизни, когда для тебя твоя еда — это лекарство. Твоя еда, твоя трапеза — это средство для того, чтобы жить и выполнять миссию служения Всевышнему Аллаху, поклонения Всевышнему Аллаху. И современные ученые предлагают целый механизм интервального голодания. То есть, что ты делаешь? Вот, допустим, в течение всего дневного времени мы едим. Мы едим, у нас бывает завтрак, обед, ужин. Между завтраком и обедом у нас еще где-то мы можем посидеть, съесть очень даже солидный кусочек печеного, тортика там и так далее. Потом между каждым, между обедом и ужином также мы где-то можем сесть, перекусить. Вот все, что, все эти перекусы для нас — это не рацион. И получается, что мы в течение всего дня едим. А правило сунны пророка, саллилаллаху алейхи ва саляма, сунна нашего пророка, саллилаллаху алейхи ва саляма, учит нас чему? Учит нас воздержанию от удовлетворения нашего аппетита. И современные диетологи говорят, не путайте аппетит с голодом. Как только нам хочется что-то перекусить, мы тут же себе не отказываем и начинаем есть. Целые лекции вы можете найти, целые научные работы вы можете найти в интернете, в просторах интернета, которые доказывают вред перекусов. Сунна пророка, саллилаллаху алейхи ва саляма, то же самое говорит. Посланник Аллаха говорит, в сунне ибн Маджа есть хадис пророка, в котором говорится инна акля ма ташта имина аль-исрафи, то есть употребление, съедание всего того, что тебе хочется съесть, это уже расточительство, говорит посланник Аллаха. И теперь хочу поделиться с вами собственным опытом, как мне удалось скинуть лишний вес, вернуть себе здоровье, бодрость, энергию. И одним из методов, приемов, которых я применял, было интервальное голодание. Суть интервального голодания заключается в том, чтобы ожидать приема, ожидать чувства голода, прежде чем поесть. Разве это не сунна пророка, асалаллаху алейху 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 алейху. Теперь, а что такое голод? Это когда ты действительно начинаешь ощущать слабость, потерю сил, тогда и принимаешься за трапезу. И таким вот образом, то есть любому человеку, который хочет скинуть лишние килограммы, я предлагаю следующую схему. То есть есть много различных схем интервального голодания. Самая популярная схема это 16 на 8. Она самая легкая, самая, можно сказать, доступная к применению для всех людей. Что это значит? Это значит, если мы отводим для себя, для своей трапезы, для приемов пищи 8 часов. В течение этих 8 часов мы едим завтрак, обед и ужин или же обед и ужин. Желательно, конечно, уменьшать приемы пищи, то есть ограничиться одноразовым или же двухразовым питанием. И вот после того, как вы сегодня приняли, сиели последний раз, начинайте считать 16 часов. И в течение этих 16 часов воздерживаемся от перекусов. Даже несколько орешек не позволяем себе съесть. И воздерживаемся от еды, от перекусов. Но мы можем пить водичку, можем пить несладкий зеленый чай или травяной чай, воду с лимоном и так далее. Но не перекусываем. И вы вот увидите, какой будет результат. То есть если вы сегодня поужинали в 7 часов, считайте 16 часов. И после того, как вы, если вы не можете сразу же приступить к такому режиму, постарайтесь сначала с меньшего интервала оставляйте, постепенно, постепенно увеличивайте этот интервал вплоть до 18-20 часов. тогда в вашем организме запустится такой замечательный процесс, как аутофагия. Организм начнет вырабатывать гормон роста, стволовые клетки, начнется процесс омоложения, вы будете себя чувствовать бодро, станете здоровее. и вы постепенно таким образом привыкаете, приучаете себя ежедневному голоду и ежедневному питанию. То есть голод это такая полезная штука, с которой следует подружиться, научиться ее практиковать. И естественно, я еще раз говорю, те люди, у которых есть какие-то серьезные, более-менее серьезные проблемы со своим здоровьем. Естественно, они это должны понимать, что такие радикальные, если они идут на слишком долгосрочный интервал голода, согласовать со своим врачом и будет все нормально. Прошу Всевышнего Аллаха для всех крепкого здоровья, стойкости на пути Всевышнего Аллаха والسلام алейкум وрахматуллахи وبركاتху Аллах Аллах и Аллах Аллах